и сын вынес немецкий флаг своему отцу ты забыл они вернули майки а нет нет вот остался мы видим габриэль таледов волен остался в черной майке полин поменялся с тазом майками я вижу таз как раз в майке фолина и наоборот как это мы привыкли видеть в конце футбольных матчей ну и должна сейчас начиная церемония награждения женском футболе очень люблю этот обмен они меняются футболка не как-то как-то никогда не показывали я я тоже не видел я просто в этом уверен абсолютно ну должны должны может как-то потом ради этого вся игра ну собственно да зачем еще смотреть собираются тысячи на трибунах на самом деле начать мира по женской футбол который был в прошлом году в канаде и не помню чемпионат мира и там было много зрителей то есть может быть скоро будет чемпионат мира по футболу среди киперспортсмена почему бы и нет много женщин в каунтер-страйке да да есть целые женские турниры и мы знаем что я имею ввиду не персонажей на экране есть турниры очень сильная команда в россии было мало спортс сожалению сейчас она не функционирует чемпионки мира девчонки российские были сейчас они работают кто комментатором кто в комедии вумен многие не уверен вот они серебряные скажем так медали которые вручают организаторы команде virtus pro джуниор аналитик этого состава польского грустный грустный аналитик грустный на турнир этот не задался и поездка в кельн вообще у поляков не задалась не смогли не выйти из группового этапа на самом турнире если колонь и заняли в итоге 9 12 место на турнире по counter-strike ну и проиграли здесь финале глеб привезет в россию серебряную медаль нас последняя была в 88 году команда лобановского великолепная команда да великолепная была сборная тогда разве в серебро последний раз да в 88 когда голландцам проиграли в финале с тем самым голом ван паста да 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 совершенно верно ну и награждается сейчас медалями победителей команда sk gaming help скальзера сейчас в бразилии если кто не смотрел сообщить наши выиграли 5 4 и бразильская чё так мало понимаете они вы видели как все развивалось ну надо нам наверно как-то организатор не будет определять все-таки лучшего игрока матча нужно определить паша бицепс 2 гола 2 гола снакс 2 гола кольдзера 2 гола кейн 2 очень важная гола вот я даже не знаю кто был лучше невозможно такого действительно ну чудо у нас происходит на что бразильский немецкий флаг стоят вместе и на фоне тем сам тех самых легендарных 71 которые случились три года назад приблизительно в эти же дни ну чуть чуть раньше хотя может быть и в эти дни как раз это 8 или 7 июля это было ну и вот он чемпионский кубок ска гейминг становится победителями первого в истории футбольного мини турнира матча среди киберспортсменов но уже растут растут достойные соперники ребята я знаю кто-то из них сейчас сидит сидит у экранов и смотрит этот матч и говорит ничего ничего я уже готовлюсь и в counter-strike и большой футбол самом деле как ни крути они легенды counter-strike они выиграли очень много турнира выигрывали мейджоры не самых титуловных игроков в киберспорте но любой бразильский мальчишка мечтает над головой подержать футбольный кубок это однозначно и наконец-то их мечта мечта сбылась скажем что же такое в бразилии что они там едят такое причем они сидят с этими своими компьютерами там же в песке на кабакабане песок лезет в глаза в уши в мышку мышка вся в песке и такие результаты как футболе поразительно да ну что же ска гейминг еще один на кубок отправляет свой офис который напомню еще раз находится здесь в городе кельн здесь же и тренируется в последнее время бразильцы потому что ну большинство турниров европе тренироваться конечно тоже нужно в европе ну что вы бы понемножку заканчивать наш репортаж